Дорогие товарищи! Вы приступаете к изучению курса математики для инженерно-технических специальностей по программе, утвержденной Министерством образования. Сама математика представляет собой науку о количественных соотношениях и пространственных формах действительного мира. Как вы видите, здесь две компоненты – пространственные соотношения и пространственные формы. Это означает, что в курсе математики будут рассматриваться вопросы геометрии и вопросы, связанные с изменением функций. Вы, конечно, знаете о широчайшем применении математики. И полезно вам напомнить, что математика представляет собой набор инструментов. И каждый инструмент служит для выполнения определенной цели. Если вы изучаете сложные объекты, характеризующиеся несколькими числами, то для исследования таких объектов разработан специальный аппарат, который называется теория матриц. Если же вы рассматриваете вопросы, связанные с изменением векторных величин, то опять же есть специальная глава в математике, которая рассматривает векторы. Вопросы изменения любых величин рассматриваются уже в анализе. Ну, теперь, когда вы будете приступать к изучению курса математики, вы, прежде всего, мой совет вам, возьмите пособие учебно-методическое, в котором содержится программа курса математики. На первых страницах там вы прочтете и увидите те вопросы, которые необходимо знать, соответственно, в первом и во втором семестре. Затем в этом пособии содержится список литературы. Я напомню вам, что в первом семестре наш университет издает специально для вас три пособия. Первое пособие – автор Лабунина, и называется она «Основы линейной алгебры». Другие два пособия написаны Шепелявой Натальей Борисовной, которые называются «Аналитическая геометрия», и второе пособие «Введение в математический анализ». В каждом из этих пособий, в каждом из этих пособий разбито на главы. Вот обратите внимание при изучении любой из глав этих на серьезное отношение к определениям понятий, которые даются в математике. Математика – это наука, и те определения, которые даются, являются базовыми, и весь материал, который будет излагаться потом, опирается на эти определения. Это не бытовая речь. В будущем, например, вы узнаете, что, скажем, максимум и наибольшее значение – это не совсем совпадающие вещи. После того, как вы познакомитесь с перечнем вопросов, которые необходимо знать, дальше вы увидите в этом пособии решения, примеры и решения их, которые предлагаются для хорошего освоения изложенного материала. При рассмотрении и изучении этой части пособия обратите внимание на методы, которыми решаются эти задачи, потому что эти методы и способы вам будут полезны потом при решении уже домашних контрольных работ, которые вы должны будете выполнить, в конце концов, в первом семестре, две задачи, две работы. В каждой работе содержатся по пять задач. При решении этих задач обязательно вспомните те теоремы, определения и свойства основных категорий, которые используются при решении этих задач. Если требуется полезно сделать чертеж, то старайтесь его выполнить наиболее точно, ибо точно выполненный чертеж иногда подсказывает правильное решение. После того, как вы выполните обе контрольные работы, вам предстоит сдать экзамен. Экзамен будет проводиться уже на основании зачтенных контрольных работ. Ваш курс математики в первом семестре содержит четыре главных главы. Первая глава – это основы линейной алгебры. Вторая глава – векторная алгебра. Третья глава – это аналитическая геометрия. И четвертая – введение в математический анализ. Сначала мы с вами начнем рассматривать вопросы линейной алгебры и решение линейных систем уравнений методами алгебраическими. Теперь, значит, мы перейдем уже к рассмотрению вопросов, касающихся первой главы, то есть теории систем линейных уравнений. Начнем с рассмотрения теории систем линейных уравнений. Итак, напишите первая глава – системы линейных уравнений. Прежде чем перейти к изложению материала этой главы, полезно рассмотреть три примера. Вот я сейчас вам продемонстрирую три простеньких примера, которые выражают основную суть этой главы. Смотрите, первая система – 2х1 минус х2 равняется единице. Второе уравнение в системе – х1 плюс х2 равняется 5. Обращаю ваше внимание, что раз написана фигурная скобка, то эти два уравнения рассматриваются как единое целое. Это словами выражается система линейных уравнений. Линейных, потому что каждая из неизвестных – х1 и х2 – входит в первых степенях. Ну и любыми способами легко показать, что решением этой системы являются числа х1 – 2 и х2 – 3. Ну действительно, если сюда подставить 2, сюда 3 – получится единица, а если их просуммировать, то 5. Второй пример. Здесь, видите, х1 плюс 3х2 равняется единице, ну и 2х2 плюс 6х2 равняется 7. Можно пытаться решать эту систему любыми способами, но это никогда никому не удастся. И вот почему. Давайте умножим первое уравнение на 2 – и левую, и правую часть. Тогда слева окажется 2х1 плюс 6х2 равно 2. И тогда вы увидите, что левые части их совпадают, а правая здесь равняется 2, а здесь 7. Естественно, не может одна и та же величина равняться сразу двум числам. И, следовательно, эта система называется несовместной. То есть не существует таких значений х1 и х2, которые, будучи подставлены в каждое уравнение, удовлетворяет им обоим. Ну и вот третья система. 5х1 минус х2 равняется 2. 10х1 минус 2х2 равняется 4. Здесь тоже давайте умножим первое уравнение на 2. И тогда получится 10х1 минус 2х2 равняется 4. А это в точности повторяет второе уравнение. То есть практически в этой системе задано только одно уравнение. А второе есть следствие первого. Такого сорта системы называются неопределенными. У них бесконечное множество решений. И если мы с вами вот положим х1 равное t, вот t, то тогда легко видеть, что х2 определяется из первого уравнения. Получится 5t, вот здесь 5t. Двойку перенесем в левую часть, а х2 во второй. И получаем решение. х1 равняется t, а х2 равняется 5t минус 2. Обращаю ваше внимание, что t может принимать здесь любое значение. И тогда, естественно, решений таких бесконечное множество. Ну вот после того, как мы с вами рассмотрели эти три примера, значит, мы сейчас перейдем с вами к решению уже произвольной системы двух линейных уравнений. Произвольной в том смысле, что коэффициенты здесь будут любые у неизвестных, и свободные члены тоже любые вещественные числа. Такая система записывается вот в таком виде. А1,1х1 плюс А1,2х2 равняется b1. А2,1х1 плюс А2,2х2 равняется b2. Обращаю ваше внимание, что эти индексы надо именно так и читать, как я сказал, не 11 и 12, а А1,1,1,2. Почему? Да вот почему. Потому что, обратите внимание, первый индекс у коэффициентов соответствующих означает номер уравнения. Это первый коэффициент в первом уравнении. А вот здесь, видите, первый индекс двойка. Это означает, что это коэффициенты из второго уравнения. А второй индекс означает номер неизвестный, при которой он стоит. Вот эта единица связана с этой единицей, а эта двойка с этой. Ровно то же самое относится и к первому уравнению. Что же касается свободных членов, то они имеют, конечно, по одному индексу. Это свободный член в первом уравнении, а это свободный член во втором уравнении. Ну а для того, чтобы решать такого сорта систему, нам потребуется с вами ввести определения, что называется решением, и другие важные определения, на которые будем опираться. Таких определений будет несколько. Ну вот первое определение. Решением системы линейных уравнений называется совокупность значений неизвестных, неизвестные это х1, х2 в данном случае, которые при подстановке в каждое уравнение системы обращают их в тождества. Вот что такое решение. Ну и, конечно, сразу же возникает вопрос, а сколько их решений, существуют ли они, ну и как их найти. На все эти вопросы мы с вами ответим. Сначала дадим еще одно определение. Эта система называется совместной, совместной, если она имеет хотя бы одно решение. И несовместной, если у нее нет ни одного решения. Вот пример несовместной системы. Еще определение. Теперь смотрите, опираясь уже на термин совместная система, мы дадим другое определение. Совместная система называется определенной, если у нее существует только одно решение. И неопределенной, если больше, чем одно. Пример тот был у нас с вами в третьем примере. Здесь решений бесконечное множество. Следующее определение. Две системы вот такого вида называются эквивалентными, ну или иногда их называют равносильными, если каждое решение одной системы является решением другой системы, и наоборот, решение второй системы является решением первой. Это мы с вами ввели понятийный аппарат для решения системы линейных уравнений. Ну, а теперь перейдем уже к технике, к изложению метода отыскания решений. Для того, чтобы отыскать решения системы, введем в рассмотрение вот такую таблицу. Эта таблица называется матрицей системы двух линейных уравнений. Обращаю ваше внимание, что она составлена из коэффициентов, стоящих при неизвестных. Нужно дать определение матрицы. Матрицей называется прямоугольная таблица чисел. Ну и матрица обязательно указывается число столбцов и число строк. Так вот, квадратная матрица второго порядка – это такая прямоугольная таблица, у которой две строки и два столбца. Причем первый индекс указывает номер строки, второй номер столбца. Здесь обращаю ваше внимание на то, что это отдается определение для только матрицы квадратной второго порядка. Теперь для чего мы это ввели? Для того, чтобы решать вот эту систему. Сейчас мы введем одну из числовых характеристик матрицы. И я обращаю ваше внимание, что если матрица обозначается двумя вертикальными чертами, то вот следующее понятие, которое нам потребуется, это будет понятие определителя. Все эти числа, которые составляют матрица, называются ее элементами. Это элементы матрицы. Но прежде чем перейти к понятию определителя, это одна из числовых характеристик матрицы, мы дадим еще, обращаю ваше внимание, на два, нам потребуется ввести два понятия. Вот совокупность элементов А1.1 и А2.2 называется главной диагональю. Обращаю ваше внимание, что у них индексы одинаковые. А совокупность элементов, расположенных на второй диагонали, то есть А1.2, А2.1, называется побочной диагональю. Это то, тоже два общепринятых термина. Ну а теперь настало время дать определение определителя квадратной матрицы вот этой второго порядка. Значит, определителем матрицы второго порядка называется число, которое равно разности произведению элементов главной диагонали минус побочные. Вот видите, здесь написано, вот это определение определителя второго порядка. А1.1 на А2 минус А1 на 2.1. Пожалуйста, запомните это, что определителем матрицы второго порядка является число, вычисляемое вот по этой формуле. Полезно также отметить, что определитель матрицы – это одна из ее числовых характеристик. И не путайте, пожалуйста, матрица – это таблица, а определитель матрицы – это число. Это принципиальные разные вещи. Потому что все-таки, как вы понимаете, таблица отличается от числа. Таблица чисел отличается от числа. Ну а теперь перейдем к решению уже нашей системы двух уравнений. С этой целью введем в рассмотрение еще две вспомогательные матрицы. Первый столбец первой матрицы представляет собой, вы видите, свободные члены B1 на B2. А элементы второго столбца остаются неизменными. А вторая матрица оставляет неизменными элементы первого столбца. А элементы второго столбца становятся свободные члены B1 и B2. И вот если мы теперь через D1 и D2 обозначим определители этих матриц. Ну, я скажу, что это равняется, D1 – это B1 на A2,2, чтобы вы вспомнили, минус A1,2 на B2. А D2, соответственно, равняется A1,1 на B2 минус B1 на A2,1. Вот это то, что нам потребуется. И если вы обратили внимание, то можно показать, что вот наша система вот эта эквивалентна вот такой системе уравнений. Для того, чтобы доказать эту эквивалентность, нужно вот что сделать. Нужно, ну, займемся первым уравнением. Нужно будет вот это уравнение умножить на A2,2, а второе уравнение на минус A1,2. A2,2 здесь, а здесь минус A1,2. И когда вы умножите каждое из этих уравнений на эти числа, а потом сложите, то вы заметите, что член с Х2 пропадут, они взаимно уничтожатся. А останется A1,1 на A2,2 минус A2,1 на A1,2. А с правой стороны будет B1,A2,2 минус B2 на A1,2. А1,2 минус 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 А1,2 мин